Привет, дорогие друзья! Сегодня поедем в Несвиш. К сожалению, поезда туда не ходят и электрички тоже. Придется ехать на маршрутке или на автобусе. Автобусы ходят не так часто, как маршрутки. Я однажды ездил в Барановичи, 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 по-разному называют, на маршрутке. И она была прям заряженная. Удобные USB и мягкие сиденья. Я решил, это будет такая же. Забронировав поездку в обе стороны, я с предвкушением отправился на метро в Малиновку. Это конечная станция синего метро. Маршрутка оказалась не ахти. Старый МЭРС, сиденья на троечку и никаких USB. Очень жалел, что не взял вторую поврубанку. Но это полбеды. Еще не принимают карты. Очень повезло, что были наличные. Мы по старинке. Копейка душу греет, сказал водитель. Ночью погода обещала быть плюсовая. А я приехал в зиму, в середине марта. Метель и прочие неприятности. Куча аварий. Дороги не шибко крутые. Неплохо так подтрухивает периодически. На этом минус и все. Несвиш очень крутое место с нереальными достопримечательностями. Некоторым уже более 400 лет. Вот что такое Несвиш. Немножко вам прочитаю. Несвиш. По-белорусски Несвиш. Несвиш. Как-то так. Город в Минской области Беларуси. На реке Уша. Административный центр Несвишского района. Население составляет 15 434 человека. Это данные на 1 января 2016 года из Википедии. В городе находится знаменитый Несвишский замок, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Фарный костел, ратуша 16 века, а также ряд других архитектурных памятников. Я все, друзья, вам спойлерну. Памятники посетил. В этом видео вы увидите просто прогулку, увидите ратушу, увидите фарный костел, увидите замок. Но именно видео про фарный костел, которое будет идти примерно 50 минут, я буду посещать крипту. Крипта это захоронение всяких супер знаменитых из этого города, бывших владельцев, так скажем. И про замок видео будет на полтора часа. Это все будет немного других видео в двух. Но в этом видео вы увидите фрагменты тех видео, которые я вам только что анонсировал. Приятного просмотра. Советую обязательно ехать в этот прекрасный город. Привет, дорогие друзья, всем огромный привет, огромнейший просто. Мы с вами приехали в Нясвиш, собственно говоря, видите, вот так выглядит Нясвиш. Пойдем с вами первым делом в ратушу сходим. Тут есть поотчет уважения, все дела. А мы с вами пойдем сейчас пренепременно первым делом ратушу посетим. Вот так она выглядит. Я вам попозже чуть-чуть зачитаю о ней факты. Вам будет намного интересней. А пока мы просто немножко прогуляемся и посмотрим на все эти прекрасы. Сегодня нереально холодно, хотя обещали, что будет нереально тепло. Нифига не так. Давайте меня на фоне запечатлим. Ну, неплохо выглядит, да, ратуша. Друзья, это будет отправная точка нашего маршрута сегодня. Нясвиш, ратуша. Вот так выглядит. В принципе, достойно. Что ж там внутри? Ваше мнение, друзья, что внутри? Это ратуши. Видите, как тут все довольно миленько. Правда, холодно конкретно. Вон там еще вдалеке какой-то интересный объект. Видно вам. По-любому видно. Мы пойдем первым делом в ратушу. Надо еще будет в Минске в ратушу тоже зайти. Я так ни разу еще в Минскую ратушу-то и не зашел. Блин, а улицы так холодно. Вообще нереально, друзья. Видите, историческая каштовность. Ратуша. Музейная экспозиция. Тут все денег равно стоит, да? Здравствуйте. А сколько стоит в ратушу пойти? 3,20. Да, взрослых и вы больше часу где-то. Там интересно, да, в принципе? Ну, как у всех музеев. Ну, как я понял. Тут интересно надо будет. Ага, хорошо. Ну, давайте. А можно по карте, да? Ну, по карте. Один. Да. Ну, ты же быстро, да, довольно-таки? Ну, да. Вот. Что говорите? 5 залов. А, 5 залов. Ага, понял, понял. А замок сегодня открыт? Тогда тоже. А там сколько стоит? 13 рублей на 10 копеек. Ага, нормально. Еще в замок пойдем. Это интересно. А откуда начинается? Здравствуйте. Верху, Дерпи, если вы хотите сидеть? Ну, быстро, да? Мы пробежимся. Смысл? Ну, да. С левой стороны мы здесь на сроке бахилы. Ага. Где литерина, второй этап? Бахила, вижу. Живо. Какая лестница, друзья. Смотрите на нее. Вообще. Спасибо. Ну, врат уж интересно. Что-то написано мне. Водзинни компания Феникс. Вач компания. Металл, шкло. Интересно. Тут вам и приборы часовые, какие-то интересные штуки, дрюки всякие. Компас крутой. Вообще. Как вам компас? Водзинни компания Феникс. Какой зал. Подвесные потолки и тут все дела. Ага. Картины. О. Как в этом самом, друзья. Когда-то у меня есть видео из заброшек, я лазил по заброшкам, там точно такая была печь. Один в один. Ого. Ну, как вам, друзья, здесь, в ратуши? Надо обязательно в Минскую ратушу сходить. Позор мне, что это мне было еще в Минской ратуши. Дима. Дима. как и интересный полифон полифон вот так выглядит собственно полифон сверху какой-то барон полифон полифон тут еще надписи даже есть это стефан батаре или батарею это у нас францужка Уршулина Франциско Михаил Сиротка 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 все выглядит очень красиво это понимаете нам сюда путь тут у нас вообще тоже какие-то письма все как надо но видите здесь есть надо аудиогид купить и пишут садиться нельзя как видите людишки тут есть такие у них были печи крутые куда только дымоход уходил я не понимаю но ничего страшного в общем то интересненько да вот уж что-то пишет чем там пишет я воська ли служанки вышли устали обо 2 старейшины и прибывали ну понятно надо дальше идти по каврам Витте может походить спаление ведьмы по каврам Витте может походить по каврам Витте может походить спаление по каврам Витте может походить в следую очередь чтобы оперативить этот манш в тут и 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 вот так выглядит тоже интересный макет комплекс монастыря бенедиктов построен 1595 году башня брама построена в 1763 году синагога построена разрушена в год великая отечественная война вот так это все видите выглядит может мы сегодня сами довольно много посетим друзья мои а а а а а а а а и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо Интересное место Спасибо До свидания Национально-историческая драгоценность И тут, наверное, кафе Матлейка Посмотрите, какая здесь Брусчата Друзья, вот так выглядит ратуша Собственно, брусчаточка Неплохо выглядит Ого, тут неплохо Хоккей, футбол Здравствуйте Я ходил в эту самую В ратушу, сказали, здесь у вас туалет Спасибо Спасибо Как вам ратуша? Понравилось Я вам все Абсолютно записал Достремчательность У меня Все-все Абсолютно записал Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смотрите какой балкон потрясающий на ней Неплохо выглядит О, мы почти пришли Дом ремесленника почти увидели с вами, друзья Впереди мы видим кинотеатр Салют Видите, как интересно выглядит И разрытый полностью парк Рядом с... Как его назвать? Забыл Вот дом ремесленника, видите, вот он, собственно говоря 1721 год Нифига себе Вот так выглядит дом ремесленника 1721 года постройки Да он мощнее 300 лет уже ему, друзья 300, больше 300 Более 300 лет Смотрите, какая симпатичная Штучка Вот дом ремесленника Вашему вниманию Предлагаю посмотреть Так, мы сейчас вот перейдем Как вам дом ремесленника, друзья? Ваше мнение? По-моему, неплохая, да? Суета Дом ремесленника 1721 год Я уже порядком подзамерз тут Буду честен Выглядит интересно Ремесленник тут Трудился Видите, сбоку у нас С правого ратуша Позади чуть-чуть У нее еще какая-то интересная конструкция Мы к ней сейчас подойдем Но дом ремесленника Очень интересное строение Мы с вами идем дальше, друзья Вот я предлагаю вам посмотреть На то, что обрамляет Грубо говоря Ратушу Какая-то интересная конструкция Видите, здесь что-то интересное делают Я не знаю, что Выглядит Забавненько, да? У нас еще времени до 7 часов почти Еще, грубо говоря, 5 часов Очень холодно Я балбес Не взял с собой Пауэрбанку Видите, тут плитка какая-то была Интересно, даже подойди посмотреть Я считаю На стенах То ли магазин какой-то был То ли не поймешь Что здесь было рядом с ратушей, друзья? Напишите в комментариях Кто знает Что же здесь такое было Рядом с таким потрясающим Интересным строением Как ратуша Ладно Чешем дальше О, книги Здесь, получается, был магазин книг Я нашел ответ На свой вопрос Видите, здесь раньше был магазин книги Друзья С 9 до 8 Он еще работает, походу Может зайти туда Семена, грунт Видите, с этой стороны тоже такое Видимо Древняя, да, зданица Марк Формель Билеты по истории 9 класс есть Я понял Тут обычный магазинчик Здравствуйте Друзья, под таким Интересным Фасадом Скрывается обычный магазинчик Ничего Сверхъестественного Поэтому мы сейчас Сами дальше пойдем Искать По навигатору Пути Я погоду Потому что она сейчас на работе И у нее Не получается Пойти В какую-нибудь Поездку поехать Памятный камень Давайте к нему пойдем Маршрут И погода испортилась сильно Тут все так близко 250-300 метров Типа Ерунда вообще Но самое интересное Впереди Это Несвижский замок Сейчас памятный камень посетим Посмотрим Что там интересного такого На память Что за камень Вот он кинотеатр Салют Отель даже есть Видите В случае чего Если я запетляю Могу остаться в отеле Без проблем Нормально В принципе Друзья Все интересно Выглядит Баня даже есть Ого Можно попариться Прийти Вот так все это выглядит Видите Вот ратуша Вид сзади Дом ремесленника Соответственно 1700 года Ратуша какого года Я вам попозже скажу Прочитаю Скажу Впереди Впереди Вон Обычная Деревня Непримечательная Снег пошел Одуреть Вообще Кому сказать Это точно Полина Так Что там дальше У нас куда Где там памятный камень Собственно говоря Памятный камень Начать Поверните налево На улицу Чкалова На улицу Чкалова Сейчас повернем Улица белорусская Семинарская Повернем Сейчас О Повернули Будем слушать ее Ого Там впереди тоже какая-то Мы пойдемте к тому зданию Подойдем сперва Что это за здание такое Ого Намного интереснее Наверное Чем памятный камень Я думаю Ваше мнение Ваше мнение Что это за здание Друзья Впереди нас встречают С вами Вот так и видите Домики тут стоят Так что ж это я иду Руины городского балла Впереди Надвратная Башня Впереди Вроде как Нас ждет Руины городского балла Надвратная башня Идем смотреть с вами Друзья Надвратную башню Видите Какие домики Интересные Моросящий снег Поскудит сильно Конечно Очень Надвратная башня Собственно говоря Собственно говоря Ваше мнение Друзья Что думаете Об этой Надвратной башне Так Не Свижский Государственный Колледж Имени Якуба Колоса Это Понятно Зайдем Посмотрим Что там Кляштарня Бенедикта Это у нас 16 16-18 Столетие Представляете Хоть подержусь За такую старость О Класс Уф Такие ворота Посторонний вход На территорию запрещен Контакт на телефон Какие ворота Посмотрите Какие ворота Подуреть Здравствуйте А можно Зайти Поснимать Нельзя А тут Поставить Можно Хорошо Вот До этого места Как вам Друзья Погода Вообще Да Паскудская На самом деле А мы с вами Смотрите Находимся Возле Надвратной Башни Друзья Надвратная Башня Такой Имеет Историческую Ценность Сумасшедшую На самом деле Давайте Немножко Так Пройдем Отойдем Немне Посмотрим Хрен знает Вроде Башня Как башня Ничего Такого Супер Прям Наверное Интересная Была Все время Туда Заходить Нельзя Друзья Хотя Отсюда Можно Поснимать Чуть Чуть Это У нас Получается Колледж Имени Якуба Колоса Учебный Корпус Номер Три Вот Там Короче Ладно Мы это Посмотрели Сейчас Будем С вами Двигаться Дальше Какой-то Фонтан Видите Интересный Довольно Интересный Ну Ладно Что Пошли Дальше Посетили Хоть Ворота Сами Посмотрели Какие Крутые Смотрите Какие Интересные Сколько Им лет Этим Воротам Вот Такое Здание Которому Уже 300 Лет Может Больше Чуть Я считаю Давайте Я вам покажу Как мы Идем На фоне Красивых Строений Так Открываем Карты Друзья И будем С вами Сейчас Искать Дальше Каштовность Какую-нибудь Историческую Видите Какая погода Это Полина Все пожелала По-любому Так Видно там Что-нибудь Я Я Ладно Пойдемте Пойдемте Птиц Полно Всяких Погодка Вообще Друзья Вот Пишет Что Здесь Руины Городского Храма Городского Вала Руины Городского Вала А Где они Тут Руины Городского Вала Кто Знает Кто Подскажет Где здесь Руины Городского Вала Вот Это Наверное Сама Горка Или Кирпич Или Вот Это Камешки Лежащие Потому Что Яндекс Привел Руины Городского Вала Городского 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 Телий Городского Телий К infin fiber ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА